Английский дирижер с русской душой и воронежская Турандот из Мариинки. В столице Черноземья завершился шестой фестиваль камерной музыки, события которого посетили более двух с половиной тысяч зрителей. О самых ярких выступлениях Кристина Штерн. Музыкальная точность, тонкость, интеллигентность. Такие эпитеты приходят на ум, когда слышишь их игру. На сцене филармонии камерный оркестр «Виртуозы Москвы». 45 лет коллективом руководит его основатель Владимир Спиваков. На этот раз в программе редкие сочинения Баха, Моцарта, Мендельсона, Бриттона, Холста и Барбера. Солисты говорят, камерное музицирование можно сравнить с праздником в узком семейном кругу. Если в Большом симфоническом оркестре расстояние между музыкантами и между разными группами внутри оркестра, оно бывает очень просто масштабное, до такой степени, что люди могут элементарно не слышать друг друга на сцене, это нормально. И там очень многое завязано на дирижере. В камерной музыке, в камерном оркестре мы все находимся в очень тесном контакте друг с другом. Это позволяет делать некоторые такие волшебные вещи, которые невозможны в симфоническом оркестре. Один из таких необычных приемов пицциката, когда звук извлекается не смычком, а щепком струны, музыканты и продемонстрировали зрителям. Руководит процессом дирижер из Туманного Альбиона Джереми Уолкер, выпускник Лондонского Королевского колледжа и Московской консерватории. Русская школа – это звучание, это эмоции, чтобы все было от души все-таки, чтобы был понятен смысл. В Европе там побольше акцент именно на стилистику, хотя в России это тоже развивается сейчас, а в Америке там просто перфекционизм, чтобы все было очень-очень четко. Конечно, я немножко обрусел за последние семь лет, и мне всегда была близка вот эта русская душа. В России его привела любовь не только к музыке, но и ко второй половинке. С будущей женой познакомился в Берлине, потом решил переехать в Россию. Джереми делится. Одним из первых впечатливших его сочинений стал второй концерт Рахманинова, которому и посвящена шестая Воронежская камерата. Помимо насыщенной концертной деятельности, успевает читать и русскую литературу. Конечно, Пушкин – наша вся, но что я хочу сказать, с «Виртуозами Москвы» как раз мы делаем очень интересный проект «Ахматовый-Майковский», встречи которой не было. Уже мы играли в несколько городов, и в Москве в том числе. Там для меня было открытие творчества. Ну, и Ахматовый плохо знал, вот в Британии все-таки мы не изучаем, и особенно Майковского. Вот, это было большое открытие для меня, а теперь очень-очень люблю его творчество. Еще одно открытие фестиваля – концерт солистки Мариинского театра Ольги Масловой, обладательница мощного бархатистого сопрано с узнаваемым тембром, уроженка столицы Черноземья. С отличием окончила Институт искусств, а потом поехала покорять оперный Эверест. Воронежцам она спела романсы в оркестровой обработке, а также арии из произведений русских и итальянских композиторов. Здесь я выросла, здесь я очень многому научилась. Здесь моя семья, здесь мои друзья, здесь очень много близких для меня людей, и поэтому мне особенно ценно выступать сейчас на этой сцене. Я не смогла не привести свои любимые арии, не смогла не познакомить воронежского зрителя со своей турандот, потому что это моя очень такая знаковая партия для меня, и мне очень хотелось поделиться ей с воронежской публикой, не могла не привести свой Макбот, не могла вспомнить Чо Сан, которую я очень нежно люблю еще с института. Мы работаем с 2011 года, потому что я преподавал оперный класс, и по-прежнему этим занимаюсь в Институте искусств нашем. Вот, а она как раз занималась, вот замечательная педагога Зоя Митропановна, как раз и была у меня в этом классе. Очень радостное событие, что она вот сейчас приехала к нам, и в великолепной форме, у него замечательный, прекрасный голос, очень красивый тембр. Вот, и за те годы, которые прошли, я вижу, как он отполировался в Мариинском театре за время ее работы. В свои 31 Ольга Маслова лауреат множества престижных международных конкурсов. Только в этом году она завоевала первое место на оперном состязании Хиблы-Герзмавы, а также взяла серебряную медаль и вторую премию 17-го конкурса Чайковского. Дива уверяет, достичь таких результатов помогли не только упорные и многочасовые занятия в оперных классах, но и работа с психотерапевтом, который помог преодолеть природную замкнутость. Для меня работа тоже вот над собой, именно в психологическом плане, это полезно очень и для меня, как для артиста, и как для человека, научиться разбираться в людях, в эмоциях, в том, как их контролировать. И, конечно, трудолюбие, иногда доходящее до безумия, но еще это огромная удача. Профессионализм артиста оперному заключается не только в том, как он поет, насколько он начитан, насколько у него развит интеллект, насколько у него развит голос, душа, эмоции, но и также, насколько он умеет общаться с людьми. Примечательно, что выступление Ольги Масловой состоялось в тот самый день, когда в столице Черноземья дал свой единственный концерт Сергей Рахманинов, только с разницей в 110 лет. На таком потрясающем аккорде и завершилась шестая Воронежская Камерата.